Стартовал Всемирный форум памяти жертв Холокоста, который посвящен 75-летию освобождения концлагеря Освенцим. На встречу в мемориальном комплексе Ядвашем собрались 50 лидеров государств. На форуме выступили президент Израиля Рювен Ривлин, президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Израиля Беннимин Нетаньяху, президент Франции Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Мероприятие организовано президентом Всемирного форума памяти Холокоста Вячеславом Маше Кантором в сотрудничестве с музеем Ядвашем и под эгидой израильского президента Рювена Ривлина. Съемочная группа первого еврейского работает на месте событий. Здравствуйте, Любовь. Программа форума практически уже подходит к концу. Главам делегации еще предстоит возложить венки к памятнику на площади Варшавского гетто. А началась конференция с опозданием почти на час, где-то в полчетвертого по московскому времени. Открылся форум речью президента Рювена Ривлина. Среди выступающих были Беннимин Нетаньяху, Владимир Путин, принц Уэльский Чарльз, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и вице-президент США Майкл Пенс. Мы благодарны всем странам, которые взяли на вооружение определение Международной Организации Борьбы с антисемитизмом. И мы призываем все страны мира также одобрить, ратифицировать это определение. Это определение – важный инструмент в борьбе с антисемитизмом. Память о Холокосте станет уроком и предостережением только в том случае, если она будет полной, без изъятий и умолчаний. К сожалению, сегодня память о войне и её уроки, наследие, всё чаще становятся объектом политической, сиюминутной, текущей конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо. От долг современных и будущих политиков, государственных и общественных деятелей защищать доброе имя живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников. Для этого важно использовать все возможности – информационные, политические, культурные, авторитет и влияние наших стран в мире. Аушвиц и Иерусалим – бездна и вершина. Аушвиц – это уничтожение. Иерусалим – это возрождение. Аушвиц – это рабство. Иерусалим – это свобода. Аушвиц – это смерть. Иерусалим – это жизнь. Все это происходит специально для этих целей, построенном поливиниловом шатре, который вмещает до 800 человек. В принципе, в Ядвашеме есть помещение, есть здания и залы, которые могут вместить до 800 человек. И подходящие для этого форма. Но, видимо, из соображений безопасности было принято решение. Вместо того, чтобы досконально проверять стационарное здание, это сделать сложно, построить вот такой временный шатер. И, видимо, из тех же соображений безопасности журналисты следят за происходящим из удаленного пресс-центра, где мы сейчас находимся. Это примерно в 800 метрах от места, где происходят все события. Все-таки впервые Иерусалим и Израиль принимают на площадке 46 президентов и премьер-министров из государств всего мира. И поэтому степень ответственности здесь, конечно, очень высокая. Кстати, утром здесь состоялась пресс-конференция организаторов форума, на которой была представлена книга-сборник обращений, приглашенных на форум лиц. Примечательно, что президент Польши Анджей Дуда так и не приехал в Израиль, но, тем не менее, страничка его там есть. Наша идея заключается в том, чтобы пригласить всех мировых лидеров, которые вместе с нами готовы бороться против антисемитизма и защищать память. И мы попытались создать такую площадку для всех, чтобы собраться и вместе победить это зло. Самая насыщенная программа у российского лидера. Он уже успел провести переговоры с Бенинином Нетаньяху, с Ревеном Ривлиным, они были короткие. Также он встретился с матерью Нары Иссахары и сказал, что с ее дочкой все будет хорошо. И есть информация, что уже достигнут какая-то договоренность между российскими и израильскими властями. И сейчас отрицаются только какие-то формальности, касающиеся ее освобождения. Также президент открыл памятник блокадникам Ленинграда, свеча памяти в центре Иерусалима. На памятнике надписи на иврите, русском и английском языках. И такая интересная особенность, когда человек подходит к нему, то с помощью датчика включается звук метронома. Такая вот интерактивная современная инсталляция. Как известно, президент России сократил свой визит в Израиль до одного дня. И сегодня вечером ему еще предстоит визит в палестинскую автономию и переговоры с Махмудом Аббасом. Ну, я думаю, они будут тоже очень короткими. Не у всех лидеров такой напряженный график. И вот на контрасте президент Франции, Эммануил Макрон, свое свободное время провел вчера вечером, прогуливаясь по старому городу Иерусалима. Вот таким войдет в историю Иерусалима, Израиля и, пожалуй, всего мира. Это день, 23 января, день проведения Всемирного форума памяти Холокоста. Субтитры создавал DimaTorzok